Ну что, девчонки, всем привет! Давно мы с вами не разговаривали. Я за вами соскучилась, надеюсь, что и вы за мной тоже. Ну а сегодня мы будем с вами говорить и показывать я вам буду образы от Елены Галант. Вы все знаете, что я ее смотрю. Это мой стилист-дизайнер модный, которого я смотрю. Не мой личный, нет, не подумайте ни в коем случае. Мы с ней не знакомы. Просто мне очень нравится эта девушка и нравятся те образы, которые она создает. И одно из недавних видео у Елены было о том, как она стилизовала образы с одним из классических, стандартных черных базовых свитеров. У меня такой тоже есть. И как вы знаете, что все вещи я приобретаю в секонд-хенд. Поэтому все вещи, которые будут использоваться в образах, они тоже есть у меня в магазине Инстаграм. Приобретенные ранее в секонд-хенд. И именно с ними я стилизовала образы, которые рекомендует Елена Галант. Итак, вот он, мой красавец. Классический черный, у которого 47% кашемира. Признаюсь честно, я в повседневной жизни тоже часто люблю облачиться во что-то черное. Так как черный цвет скрадывает, существует такое мнение. И по привычке я тоже так могу надеть на себя вещи. Все в черном цвете. Ну а сейчас это как база, которую мы будем разбавлять разными акцентами, чтобы прибавить образу яркости. Итак, как у Елены, я нашла у себя контрастный яркий шарф. В голубом оттенке, естественно, секонд-хенд и такой же голубой ремень. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляю я сюда сумку с элементами голубого оттенка. У меня моей сумки не было, к сожалению, в таком цвете. Это сумочка Викинос, которая находит на свой кружок. Но мне кажется, она сюда идет. Если у вас есть подобный шарф и подобная сумка цвет, смело добавляйте ее в этот образ и будете выглядеть на все 100%. Ну и, например, у вас есть какой-то яркий, красивый шарф, но нету к нему по цвету ремня. Всегда его можно обыграть просто обыкновенным черным ремнем. Так советует нам Елена Галант. Попробуем? Я взяла сюда тонкий ремень, так как черный мне показался несколько грубоват. Ну, я думаю, так нежный, как естественно. И для Асмин построено очень интересным благородным телом. Он в чале, как считается, просто неинтересным. Следующий свой образ Елена Галант украшает вот таким ярким голубым кардиганом и брошью в виде цветка. К сожалению, голубого у меня не оказалось, но у меня есть вот такой желтый с шерстью Мериноса. Вы его уже ранее видели. И я с ним сейчас тоже обыграю свой черный образ. Продолжение следует... Следующий комплект это, опять же, базовый черный удлиненный свитер и платье в бельевом стиле. Я его использую как юбку. Опустила чуть ниже, придержала поясом и это уже получилась юбка. Конечно, я, может быть, так и не позволю себе выйти в люди, но Елена Галант так советует. И, кстати, мне этот образ понравился больше всего пока. Он такой удаченый и женственный. И платье в бельевом стиле вообще не кажется, что это что-то из спального комплекта. Это кажется как благородный материал. Красивая, легкая, невесовая ткань. В следующем образе Елена Галант предлагает нам выделить акцентом манжеты на рукавах и горловину, бород от рубашки. Эта рубашка может быть любого цвета. Это может быть желтая, синяя, яркая, какая у вас только найдется в гардеробе. Я выбрала, как и у Елены, ярко-ярко-фуксийную рубашку. И акцентом точно так же у Елены была красная сумка. У меня тоже такая нашлась. Итак, это очень смелое цветовое сочетание фуксия плюс красная. Но в вашем гардеробе может найтись любая другая, пусть это черная сумка или же ярко-розовая. Она тоже сюда прекрасно подойдет. Экспериментируйте. Для следующего образа Елена рекомендует взять белые брюки или джинсы белые. У нее белые льняные. У меня обычные белые джинсы. У Елены использовался шелковый платок белый с черным принт. У меня шерстяной шарф, белая черная клетка. И еще одна фишка, когда свитер наброшен на плечи, повязан узлом и используется в месте шарфа. Это как еще одно утепление. Плюс я здесь использовала, по совету Елены Галант, не более трех цветов. У Елены Галант был ярко-зеленый насыщенный свитер использован. У меня это яркий, насыщенный синий. И все вещи есть у меня в магазине Инстаграм. Плюс добавляю опять же сумку с элементами голубого оттенка. Все вместе это неплохо перекликается. И не перегружает область. Еще обратите внимание, что рукава у свитера должны быть очень-очень объемные. Чем больше рукав, тем красивее смотрится объем вокруг горловины у шеи. Ну что, друзья мои, напомню вам еще раз, что все, абсолютно все вещи, которые я использовала, продаются у меня в магазине Инстаграм. Ссылка на которые есть в описании под видео. Жду ваши комментарии, как плохие, так и хорошие. Естественно, у всех разные вкусы. И кому-то что-то где-то не понравится, я уже привыкла к вашим плохим комментариям. Жду их внизу с радостью и с любопытством. Всем пока! До новых видео!